1 ноября в Севастопольском гарнизонном военном суде завершился процесс над бывшим начальником 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергеем Анатольевичем Новогребельским. Его обвинили в том, что после заключения договора между предприятием и Министерством обороны России на ремонт кораблей в 2013 году работы были выполнены вопреки установленным договоренностям. Согласно заключенному контракту, оборудование и запчасти, которые работники завода должны были установить на морском тральчике вице-адмирал Жуков, малом противолодочном корабле «Муромец» и ракетном катере Р-109, должны были быть новыми и отвечать последнему слову техники. Однако для ремонта предприятие закупило старые и бывшие в эксплуатации запчасти. Из-за этого на кораблях, участвующих в обеспечении безопасности зимних Олимпийских игр в Сочи, возникли поломки. Суд признал подсудимого виновным и выбрал меру наказания в виде лишения свободы. В соответствии с частью 3 статьи 69 УКРФ, окончательное наказание Новогребельского муфса назначено по свободности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободного срок 3 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должность, связанное с выполнением административно-хозяйственных функций государственных органов, учреждений, а также вооруженных силах Российской Федерации других войсков по войскам в оборудовании сроком на 2 года и 3 месяца. Кроме того, суд постановил взыскать Сергея Новогребельского в пользу Министерства обороны России сумму нанесенного ущерба в размере 29 миллионов 656 тысяч рублей. До вступления приговора в силу подсудимый будет содержаться под стражей. Продолжение следует... Продолжение следует...